Друзья, большой всем ювелирный от меня привет! Сейчас я занят подготовкой видеоматериала по эскизированию ювелирных изделий. Видео это будет очень полезно для ювелирам, особенно те, кто рисовать не умеют, но хотят проектировать свои ювелирные изделия, чтобы представлять, как они будут выглядеть, и самое главное, впечатлять клиента. Процесс монтажа этого видео, время занимает немало, поэтому я решил немного прерваться и записать коротенькое видео на тему. Ну, ювелиры, естественно, даже ювелиры-индивидуалы, кто обычно занимается изготовлением эксклюзивных ювелирных изделий, часто берем мелкие заказы. Это может быть ремонт, изготовление резиновых форм, тех же самых эскизов для ювелиров, кто не может рисовать, ну и также закрепка камней. В общем, ко мне по рекомендации обратилась девушка и ватсапе скинула вот эту фотографию. И послание, которое звучало так, что в этом кольце будет 6 мелких бриллиантов и танзанит в центре. Можно ли все это закрепить? Уже по фотке сразу в голове возникает вопрос, а чем крепить-то? Тут же крапанов нету. То есть колечко, но еще на необработанной стадии, выглядит таким образом, как оно должно было бы выглядеть уже в закрепленном состоянии. Ну, металл в закрепленном состоянии. И металл перед закрепкой, они должны выглядеть по-разному. То есть, если это крапановая закрепка, у нас должна быть крапана. Если это глухая закрепка, может быть какой-то обжимной ранг. Если попытаться это затереть металлом, ну, видимо, клиент так и полагал, что это затру или замну металлом, ну, это выглядит очень непрофессионально. А вот, собственно, и само это колечко. Давайте его изучим, посмотрим камни. Да, все-таки есть. Металл, которым мы должны были бы обжать центральный камень, он в изделии не предусмотрен. Чем крепить камень и чем руководствуется 3D-модельер, нам остается только догадываться. Закрепкой мелочью проблем у нас не будет, а вот танзанитик надо посмотреть. Угу. Ну, в свое гнездо он пока не встает. Но вот если бы камень у нас стоял на таком уровне, это было бы хорошо. Но стоять так он у нас никогда не будет, потому что его попросту будет нечем крепить. Поэтому его придется топить на самое гно. Что уже не очень хорошо. Изделие не смотрится объемно, оно будет смотреться в целом, к сожалению, плоско. Ну, а те, кто считает, что почему бы камень не завальцевать, не затереть металлом, ребят, этот край металла, он должен выступать, а его нет, он весь завальцованный, он весь заполированный, затертый, он не выступает над камнем. То есть нагонять его будет очень сложно. Тем более, что если кольцо из белого золота. В общем, давайте сейчас немного порисуем и проясним ситуацию более наглядно. Так, давайте попробуем все это изобразить как можно ближе к нашей ситуации. Так, что у нас из себя представляет оправа? Это чашечка со сферическим слегка донышком и вверх с такими вот трапециевидными пенечками, в которых уже подготовлены гнезда под миллиметровый бриллиант. Так, и что происходит у нас с танзанитом? Как встает он в данный момент? В данный момент, кстати, я здесь нарисовал неверно. Хорошо бы, если бы это у нас было... Были острые геометричные края, но это не так, они у нас уже замылили. Затерты. Значит, и танзанит, он у нас зависает на пеньках, где-то вот так вот. Вниз не идет. Почему? Потому что его диаметр этого камня, он меньше, чем уже подготовленное в 3D выращенной модели пространство под него. Учитывал ли это 3D-модельер? Возможно, нет. Ну, или, может быть, даже если учел, подумал, что закрепчик немножко подпилит, что, в принципе, не критично это все может быть. И посмотрите, какая хорошая могла бы быть картина происходящего, если бы у нас камень стоял именно так. То есть, условно-объемный низ и красивый, самодостаточный объем наверху. Но у нас камень не закрепится, потому что крепить его нечем. То есть, в идеале, 3D-моделер должен был позаботиться об этом и оставить вот такие здесь крапаны. Чтобы было красиво, они тоже должны своей линии соответствовать, как назвать эту фигуру, пирамидка или трапеция. Ну и что бы мы сделали? Мы беспрепятственно обжали этот камушек. Вот так вот. Все, все бы были счастливы. Ну и плюс ко всему, конечно, позаботиться об этом стоило и сделать для камня, для его павильона, вот такую вот полочку. Ну, то есть, заштрихую, чтобы было понятно. И уже потом, или перед закрепкой Танзанита, мы бы беспрепятственно закрепили мелкие бриллианты. Нормально? Нормально. Совершенно красивое художественное изделие могло бы получить. Но у нас так не получится. Рисую заново, как получится у нас. И что мы сделаем для этого? Рисуем еще раз. Так. И трапециевидные пенечки. И гнезда под бриллианты. Так, камень у нас, естественно, не вписывается, я об этом уже говорил по диаметру. Ну и 3D-моделлер это тоже понимал и уже там заготовил вот такой вот ложемент под шип Танзанита. То есть мы подпилим, допустим, это не критично, мы подпилим бором, подбурим стенки этих пирамидок и камень у нас усядется в слой заготовленный, уже запланированный 3D-моделлером ложемент. Ну, как-то так. Это я рисую урундиста. Вот таким образом он у нас усядется. Дальше для меня загадка. Ну, какой план был у 3D-моделлера как он представлял, что я закреплю этот камень? Ну, как? Ну, я не понимаю. Я не понимаю. Может быть, он полагал, что я всю эту массу вот этого гигантского пня навалю на корону камня. Это невозможно, потому что здесь очень толстое поперечное сечение. Оно не задавится, но плюс ко всему здесь у нас будет стоять по бриллианту. Или, может быть, человек полагал, что вот этой вот стеночкой этой массой пенька сверху я смогу зашвейцарить, ну, что называется, завальцевать камень. Но это невозможно. Тут очень большая высота. Нереально, неисполнимо. Поэтому, что мы можем делать в данной ситуации? Все, что мы можем, это искусственно создать, ну, если не говорить о пайке только. Ну, пайка здесь тоже не подойдет, потому что камень сядет низко. Все, что мы можем, это искусственно создать массу крапан, который должен был быть, но его нет. То есть, нам придется врезаться в пирамидку и подпилить ее вот таким образом. То есть, вот это все спилить. Это возможно? Да, это возможно, но у нас страдает объем изделия. То есть, у нас получается огромная чаша внизу, объемная, и, знаете, такая убогая масса наверху, плоская. Потом, когда у нас крапан здесь нарастет, ну, искусственно мы его вырастим, мы уже сможем обжать камушек. То есть, рычаг для обжатия у нас появится. Ну, и какая-то масса для закрепки бриллиантов мелких, она сохранится, ничего с ним не случится. Ну, таким образом мы и закрепим наш камень. Это наш план. План действий. Ну, план этот противоречит, как бы, знаете, художественной составляющей данного изделия. Ювелир с художественным образованием всегда очень болеет за это и переживает, когда видит вот такие досадные неудачи. Ну, что делать? Придется идти на компромисс со сложившейся ситуацией. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, согласно плану мы подточили, осадили, убрали металл и образовали таким образом рычаг для обжателя. У нас появились крапановочки, которым мы и обожмем камень. Объем неизбежно ушел, но это был единственный выход в данном случае. И еще один маленький нюанс, на котором хотелось бы застрелить ваше внимание. Вы видите, что камень-то у нас на самом деле несовершенный. Здесь присутствует мелкая микротрещина. Поэтому, раз уж у нас есть возможность обойти этот дефект, ну, то есть, мы поместим камень в свободный от закрепки участок изделия. То есть, чтобы нагрузка у нас пришлась не на дефектик, а на неповрежденный участок камня. Субтитры добавил DimaTorzok от закрепки. Ну, вот, пожалуй, это тот самый компромиссный вариант закрепки, который мы могли найти в данном случае. Ну, в идеале, конечно, это стоило делать так, как я это отрисовывал и озвучивал на LED-панели. Так, а сейчас мы немного приберемся, уберем облови, чуть подрезиним это все, подрезиним я имею в виду, обработаем резинкой и будем крепить бриллиантовую мелочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, друзья, у нас получилось вот такое вот колечко и такая закрепочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, кто-то может сказать, что вроде что-то ворчал. Все же получилось. Ну, ребята, конечно, получилось, но получилось как и как должно было получиться разница очень существенное одно дело когда мы делаем работу четко по плану технологично с умом и что важно с удовольствием либо вот так вот скрип поскрипывая зубами что ну дай бог хоть так сделать что ли потому как результат на выходе должен был быть чуть иной я надеюсь что это видео если клиентка даже увидит она не примет это за личную обиду а сделать определенные выводы и подход к моделированию изделия уже будет более профитный ну и закрепчику естественно взаимодействовать с грамотным 3d модельером будет намного приятнее так вот и рождается настоящее профессиональное приятное сотрудничество между специалистами а увидимся мы с вами друзья традиционно в следующем сюжете наверно посвященном уже эскизировать до встречи пока а